МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, 9 были ранены. Основные потери, а именно один погибший и 8 раненых силы АТО понесли в Красногоровке во время минометного обстрела. Еще одного украинского военного ранило в ходе обстрела противникам наших позиций в Широкино. У противника двое боевиков погибли не в результате боевых действий. Четверо ранены на линии разграничения. Из плена оккупантов освободили луганчанку Людмилу Сурженко, благодаря вмешательству международных организаций и общественных активистов. После их давления пленницу оставили на пункте пропуска близ станицы Луганской. Инвалида детства, по слуху, Людмилу Сурженко. Боевики задержали 13 июля. Она возвращалась домой, в оккупированный Луганск. При проверке документов не смогла четко ответить на вопросы. У нее села батарея в слуховом аппарате. Боевики заподозрили женщину в шпионаже и забрали на так называемую проверку. В заточении она была две недели. По словам замглавы Луганской областной администрации Юрия Клименко, ее пытали. Террористы выбивали признание о сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Сейчас с ней работают психологи. Задержание, обыски, политические преследования и ущемление свободы слова. Крымская правозащитная группа подготовила очередной обзор нарушений прав человека на оккупированном России полуострове. Документ опубликован на страничке группы в Facebook. Основан на материалах, собранных в мае этого года. В отчете обращают внимание на политический мотив уголовных преследований в делах 26 февраля Хизбут-Тахрир, так называемых украинских диверсантов, а также в судах над Владимиром Балухом, Николаем Семеной и Эльмиумеровым. Отдельно отмечают, в мае впервые после аннексии оккупанты принудительно призвали крымчан служить в российской армии за пределами полуострова. Сила в партнерстве – это главный девиз учений «Достойный партнер-2017», которые сегодня стартовали в Грузии. В маневрах примут участие около 3000 военнослужащих из пяти стран НАТО, а также партнеры Альянса, среди которых и Украина. По масштабности они станут рекордными. Задействуют американские танки, военно-транспортную авиацию, а также различные модификации немецких БТРов. Цель – совместно отработать боевые задачи по стандартам НАТО. В частности, атаку условного противника и оборонам. В Грузии учения проводят третий раз. Продлятся они до 12 августа. В Украине стартует новый дорожный проект – трасса Львов-Николаев. Она пройдет через Тернополь, Венецию и Одессу. Это будет обновленный магистраль, который станет частью транспортного коридора Гданьск-Одесса. Анонсировал капремонт премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его мнению, реконструкция позволит существенно повысить пропускную способность и безопасность движения. Кроме скоростных полос, построят и несколько десятков новых транспортных развязок и объездов. На реализацию проекта в бюджете есть 30 миллионов долларов. 156 украинцев стали жертвами торговцев людьми в этом году, сообщают в прислужбе нацполиции. Большинство – женщины, а также 12 детей. Правоохранители установили личности злоумышленников, причастных к этим преступлениям. В полиции отмечают, людей часто втягивают в рабство. В зоне риска – мужчины трудоспособного возраста. Лица без постоянного места жительства и малообеспеченной категории граждан. С 2013 года Генассамблея ООН провозгласила 30 июля Всемирным днем противодействия торговле людьми. Тайвань борется с последствиями тайфуна Несад, который обрушился на остров в ночь субботы на воскресенье. Циклон проследовал дальше, к побережью Китая. Его скорость достигает 180 км в час. Многие дома и улицы затоплены, города временно обесточены. Сильный ветер повалил опоры электропередач. Ранее власти Тайваня отменили занятия в университетах. Жители потенциально опасных местности эвакуировали. Несад стал первым тайфуном, который обрушился на остров в этом году. В Украину вернулась жара. На улице будет плюс 20 ночью и минимум 30 градусов днем. На западе еще жарче, до 35. Ливни и грозы отступят, обещают синоптики. Остатки циклона накроют дождем лишь левобережьем. И будет ветрено. А с понедельника жара вернется во все регионы. Но ненадолго, через неделю, в Украину снова придут дожди. Увидеть апостола Андрея, византийского императора, княгиню Ольгу, витязей, украинских казаков и князя Владимира Великого. Реконструкция Дня Крещения Руси прошла в столице. В театрализованных постановках воссоздали древние события, связанные с принятием христианской веры. На праздники побывала Алена Клюску. Таким сигналом народ оповещает о скором появлении князя Владимира. Люди собрались на трибунах и с нетерпением ждут появления правителя. И вот перед ликующими гостями древнего Киева виновник торжества – князь Владимир Великий на боевом коне. Открытой ладонью государь приветствует свой народ. На вече идут люди со всей Руси. Мы, два мы, знаваши, в вашей очереди, знавистки, протяжки этой Руси, славные места, Украинца! Князь созвал свою ромаду, сказал о том, что мы принимаем христианство как государственную религию, сообщил о том, что всем нужно явиться на Днепр и хреститься. На крещение идет народное шествие во главе с князем. Чтобы стать христианином, Владимир проделал долгий путь, изменился внутренне, говорит историк и исполнитель главной роли. Многое, что он делал, не так, как должен делать христианин. И, собственно говоря, именно его святость говорит о том, почему он святой. Потому что многие говорят, ну он такой грешник, как может быть грешник, стать святым. Но вот в этом и есть, заключается феномен князя Владимира, что он сумел отказаться от всех тех благ, которые ему несла та прошлая религия. Он урезал себя во многом, обрезал свои желания и сказал, что я буду все делать для людей. Изюминка праздника – реконструкция открытия Васильевской церкви. Это первый храм, построенный Владимиром. Это историческое событие и истина возрождается в нашей стране. Мы видим своими глазами этот прекрасный храм. Теперь сюда может прийти каждый, помолиться, поставить свечи. Посетители от праздника в восторге. Говорят, такие реконструкции вдохновляют и помогают больше узнать об истории своей страны. Очень патриотично. Воспитание молодежи, любовь к родине, к своему отечеству, прекрасный сценарий. Очень, очень, очень вдохновляет, очень нравится. Это наш родной праздник. Мы православные. Мы пошли от тех корней и будем дальше жить этой верой. Все очень понравилось. И князь, и все герои. Все очень патриотично. Действие заставляет задуматься. Также посетители могли поучаствовать в мастер-классах, поучиться владению средневековым оружием, народными ремеслами и присоединиться к славянским хороводам и танцам. Алена Клюсков, Владислав Посудевский, ЮЭй ТВ. В поддержку мира в Украине в прифронтовом Мариуполе появился новый мурал под названием «Рукавичка». Картину создал японский художник. Ему помогали местные жители, взрослые и дети. Рисовали четыре недели. Место выбрали не случайно. Это стена, обстрелянной российскими боевиками школы. По словам автора, картина не только объединит Украину, но и весь мир. Добавлю, что со своей командой художник создает муралы в разных странах мира, чтобы вернуть надежду людям, которые страдают от войны, бедности или голода. Следующий проект в Аквадоре, куда художник повезет и рисунки маленьких мариупольцев. В гостях у Мишки в Киевском зоопарке устроили День медведя. В честь праздника животные получили вкусные подарки. А гости – приятные эмоции. Всего в столичном зоопарке девять косолапых. Но звездами дня стали братья-подростки Лелик и Болик. Руководство парка говорит, что эти двое – самые шаловливые и хулиганистые представители своего рода в Киеве. Урвать корм, доставать, добывать из мешка – это их природное. Они по характеру такие шкодники, поэтому им самим это интересно. Они с самого детства так озорничали, любили побаловаться. Очень маму любили свою провоцировать на всякие шалости. Это все новости к этому часу. Спасибо, что следите за событиями в Украине. Мы продолжаем свою работу. Ровно через два часа следующий выпуск новостей. Мы с вами непременно увидимся.